Теперь, почему я вот столько уделил этому внимания, вот сейчас раз объясняю вам, насколько важно начало и насколько важно наше отношение. Потому что нам кажется, что что бы мы ни делали для ребенка, мы же делаем ради него. Я же ради тебя, потом вы им будете говорить, я же ради тебя вон в Иерусалим ездил, да, я ради тебя там еще чего-то и так далее. Знаете, очень часто приводят примеры, люди говорят, дети им говорят следующую фразу, я что, тебя просил меня рожать? Я тебя что, просил меня там возить в Иерусалим или еще куда-нибудь там заниматься, тратить время, деньги, возможности и так далее. Мы изначально должны принять на себя то, что вот я это делаю потому, что ему от этого будет хорошо, и поэтому я для него это делаю. Я не жду благодарности, я не жду оценки какой-то окружающих аплодисментов, да, от окружающих меня людей и так далее. Я это делаю потому, что это хорошо для него, потому что я его люблю. И как мы с вами в прошлый раз говорили, что мы больше всего любим тех, кого мы больше всего вкладываем. И так как в своих детей обычно мы вкладываем очень много, поэтому мы их вот так вот абсолютно безвозмездно, альтруистично любим. Теперь в отношении нас самих. Вот если я вам задам вопрос, вот вы любите себя? Аск, да? А кого еще? А как себя любить? А как себя любить? У меня другой вопрос. Я же врей, я вам вопросом на вопрос, да? Что значит себя любить или не любить? Рассказываю вам. Начнем с того, что такое себя не любить. Себя не любить, это постоянно себя критиковать, то есть входить в такие вот замкнутые процессы самокритики, которые существуют только ради самой критики и ради того, чтобы вот самому себе напомнить, насколько ты неправ и насколько ты плохой, насколько ты несовершенный и вообще ничего не можешь. Да? Это не любить себя. Не любить себя, это пренебрегать собой. Вот очень многие, мы когда вот приезжали в Израиль в 90-е годы, колоссальное количество народу уехало из Советского Союза в Израиль, очень многие пожилые люди говорили, мы приехали ради детей. И когда их спрашивают, а что значит ради детей? Ну, чтобы детям было хорошо. А ты что, собака? Ты не человек, тебе не надо, чтобы было хорошо. И собаке тоже надо, чтобы было хорошо, да? То есть, почему вот такое самоуничижение? Это тоже не любить себя. Не любить себя, это пренебрегать своими интересами в разумных целях, да? То есть, быть не только не сфокусированным на самом себе, вот только я, а все остальные меня не интересуют. Это другая крайность. А именно фокусироваться на том, что мне нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. То есть, если там женщина говорит мне, главное, чтобы дети были сыты, дома было чисто. А как я выгляжу, как вообще там я себе нравлюсь, не нравлюсь, какие у меня отношения с мужем, это дело десятое, да? Главное, чтобы вот... То есть, это вроде бы такое вот жертвоприношение себя, ощущение себя жертой иногда осознанно, иногда подсознательно, но это тоже не любить себя. И можно продолжать как бы этот список, но принцип вы поняли, да? Что у нас есть заповедь из Торы, которая говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Вдумайтесь в смысл этой фразы, возлюби ближнего, как самого себя. Если человек не умеет любить себя, как же он будет любить ближнего? Точно так же, да? И получается такая преемственность поколений. Допустим, если мама жертва, она все вкладывает в ребенка, выращивает его эгоистом, он находит себе другую жертву и растит третью жертву. Почему? Потому что все должно быть вокруг него или вокруг нее, да? И вот эта жертва, которую он вырастил, это уже третье поколение, да? Его ребенок, он уже опять будет себе искать. И так дальше вот идет вот это вот родовое такое вот колесо перевоплощений, когда жертвы с террористами, да? Ну террористы, я имею в виду эмоциональные, которые не дают жизни другим, вот так вот крутятся в этом колесе перевоплощений. Теперь, что такое любить себя? Вот об этом мы сегодня с вами будем говорить больше всего. Про нас, любимых. Любить себя состоит из нескольких составляющих. Первое – это понимание. Почему ты должен себя любить? За что это мне себя любить? Вот за что? Вот кто мне может рассказать, за что каждого из вас, ну, вот за что вы себя должны любить? Кто хочет сказать? Подождите, вы у нас особенные, исключения из правил, мы уже это поняли, а не особенные. Пожалуйста. Так. А? Просто так мы ничего не делаем. Нет. Просто так. Человек делает то, что ему выгодно, и не делает то, что ему невыгодно. Ну, я пока не нашел других побуждающих к действию или бездействию, так? Так за что мы себя любим? Ну, предположения. Женщины. Ну, мы мужчины, мы просто красавцы от рождения. Понимаете, нас как можно не любить, а вас, женщин? Это я уже понял. Так, а вы еще? А? О, за то, что что-то хорошее сделал. Так, за что еще? За ум, за красоту. Так, за что еще? За детей. За поддержку. Ага. Очень хорошо. Смотрите, вот я специально вас сейчас спровоцировал на такой ответ. За что? Да? И вы мне стали рассказывать за что. За то, что я умница-красавица, за детей, за поддержку, за просто так. Помните этот мультик был, когда там какой-то щеночек с букетом цветов шел, да? А вот просто так, как называется? Просто медвежонок. Медвежонок. Он так вот всем, они друг другу передаривали этот букет, да? А на самом деле это действительно просто так. Но как можно любить просто так? Знаете, есть люди, которые говорят, как можно пить чай просто так? Надо с каким-то бутербродом или еще с чем-то, с печенькой. Как можно чай просто так? Вот для того, чтобы этого вопроса у нас не возникало, нам нужно сначала понять, а вот действительно, за что меня любить? Самому себе. Не почему вы меня должны любить, почему я себя должен любить? И мы уже сегодня упоминали о таком понятии, как наша Божественная Душа. Да? Вот чуть-чуть поподробнее поговорим, что это такое. Сказано, что в нас, в каждом из нас, мы с вами в прошлый раз говорили о том, для чего Творец нас создал. И одно из объяснений было, потому что он подразумевал создать нас по своему образу и подобию. И мы рассматривали два аспекта этого образа и подобия, этих образа и подобия. Первое – это уметь принять от Творца весь бесконечный спектр всего того, что Творец хочет нам дать, всех тех благ, для того, чтобы он их передал кому-то, тот, кому передают, должен уметь их получить. И второй момент – это для того, чтобы у нас было тоже творческое начало, и мы были сотворцами в этом мире. Он постоянно хочет от нас творческого подхода. И, кстати, мы с вами очень-очень-очень-очень хотим проявлять это творчество. То есть обычно человек стремится к тому роду деятельности, где он может проявлять себя творчески. И даже когда вот молодежь говорит, а мне все равно, где работать, главное, чтобы побольше денег. С вами знаем, что можно зарабатывать, очень хорошо зарабатывать приличные деньги, но со временем тебе надоедать, тебе хочется проявлять свое творчество, хочется сочетать, да, проявление творчества с заработком хорошим. Теперь все вот эти вот желания и порывы – это желания нашей души. То есть тело быть творческим – ему все равно. Материальная часть ей, неважно, творчество или нетворчество, это именно душевные наши порывы. То есть нашей основой, нашим эссенс, как это сказать, основа, да, наша Магут. Вылетело русское значение. На всех языках помню, по-русски не помню. Ну да, то, что нас определяет, да, наша основа – это наша душа. То есть если спросить, ты кто, а ты кто, да, ты рука, тело, голова, кто-то скажет, мое сердце, там, еще что-то, ты в первую очередь душа. Вот мы сейчас с вами сделаем упражнение на то, чтобы почувствовать себя душой. Не почувствовать себя душой, а почувствовать, что мы с вами души. Мы с вами в прошлый раз делали, кто помнит, такое упражнение, что очень много отзывов на него было, вот мне присылали. Очень радует, греет сердце, что так людям помогло. Значит, упражнение было следующее. Кто не был на прошлом занятии, в первую очередь это для вас, те, кто были, отличники, не подсказывайте. Значит, я просил на прошлом занятии людей вспомнить что-то хорошее из своей жизни, какой-то очень такой приятный пример, какое-то событие, которое произошло. Это мог быть какое-то чудо произошло, что-то, чего вы не ждали, что сложится вот именно так, а произошло именно так, как могло произойти самым лучшим образом. Какой-то сюрприз был у вас в жизни приятный. Или просто вот вы чувствовали ощущение гармонии, комфорта в какой-то ситуации, там, контакт с природой, с ребенком, с каким-то близким человеком, вам просто было хорошо. Вот вспомните, пожалуйста, такую ситуацию из вашей жизни. Кто не был в прошлый раз? Поднимите руку. О, значит, вспомните, пожалуйста, вот такую какую-то ситуацию. Вспомнили все? Кто не вспомнил? Все вспомнили. Вы не вспомнили. Вы были в прошлый раз? Нет, вот женщина за мной. Не в прошлый раз не вспомнили. Ничего хорошего в жизни не было? Никогда ничего? Ну, что-то приятное было? Молодец. Да. Замолчи только и не смотри на меня, это называется. Так, вспомнила. Очень хорошо. Все вспомнили. Постарайтесь вспомнить в деталях вот главный момент, когда вот внутри все просто замерло. Вот остановись мгновение. Вот так хорошо, что вот просто вот не хочется, чтобы это ощущение потерялось куда-то. Помните этот момент в той ситуации? Да? Очень хорошо. И когда вы его вспоминаете, одновременно обратите внимание на ощущения в вашем теле. Ваше тело ассоциативно обязательно среагирует каким-то таким приятным ощущением внутри. Все почувствовали? Очень хорошо. Кто хочет поделиться тем, что он почувствовал? Где почувствовали в теле вот это приятное переживание? Нигде? Я говорю, все почувствовали? Да. Где почувствовали? Нигде. Нет ощущения в теле? Вы можете рассказать, что вы вспомнили? Приятное ощущение, которое в поле. Да. Это когда учительница жаловалась, что я не чувствую, что я не чувствую. Я не чувствую. Я не чувствую. Я не чувствую. По сердцу. Очень хорошо. Так. Вы почувствовали что-нибудь? Нет. Окей. Что не получилось? Вспомнить или почувствовать? Вспомнить ощущения, что я не припомнился. В физических. Мы не говорим про физические. Мы говорим о том, что у нас было какое-то впечатление в жизни от какого-то опыта, что нам было очень хорошо. Много. Много. Какое самое яркое такое воспоминание у вас? Ну, что-то одно. Самое яркое. Просто вспомните его, думайте о нем. Самое яркое. Ну, хорошо. Одно что-то выберите. Из сундука с золотыми украшениями взять что-то одно. Сосредоточиться. Да? Не? Допустим. Подождите, подождите. Вы не это самое. Допустим или вспомнили? Допустим. Хорошо. Вы можете поделиться этим событием с нами? Что это было? Рождение. Рождение ребенка. Что именно в тот момент? Чшш. Пожалуйста. Пожалуйста, не мешайте друг другу. Да. Рождение ребенка. Вот какой момент его рождение вас больше всего впечатлил? Это на нашу фотофотографию. Фотографию из роддома. Что вот в тот момент вы почувствовали? Вы помните? Мне показалось, что он очень красивый. Угу. Хорошо. Как вас зовут? Андрей. Значит, Андрей почувствовал, что когда жена прислала фотографию из роддома, что такой вот сладкий, красивый ребенок. Я правильно вас понял? Да. Очень хорошо. Вас это вызвало какую-то радость? Да. Да. Какую? Человеческая радость необычная. У каждого она своя. Как вы ощутили радость? Вы помните? Ну, улыбнулся там хотя бы как-то или еще что-то такое. Позволил себе. Не помню. Окей. Подождите, подождите. Я понимаю. Хорошо. Значит, вы почувствовали радость. Да? Теперь. Вот смотрите. Сейчас мы когда с вами разговариваем, вы пытаетесь вспомнить. Сначала вы сидели со скрещенными руками и ногами, да? Сейчас вы ноги уже свои отпустили. Слава Богу. Ну, вы все больше ежитесь вот в это закрытие. То есть, вы испытываете какой-то какой-то дискомфорт? Когда вы об этом говорите. Вы хотите об этом говорить? Сейчас не хотите об этом сейчас говорить? Не очень. Не очень. Хорошо. Мы оставим это. Это значит, тогда индивидуально если захотите. Хорошо. Да? Все остальные вспомнили? Все? Почувствовали где? Покажите пальчиком. Здесь. Вы почувствовали что-нибудь? Мурашки, да? Вот такое общее ощущение. Хорошо. Возбуждение. Прекрасно. Прекрасно. Теперь теперь посмотрите, какое это, почувствуйте, какой это, какой это, вот этот опыт, он создает, вот это вот приятное ощущение, оно теплое, холодное, прохладное, горячее, какое оно? Теплое. Светлое, темное, какое? Светлое. Светлое. То есть, светлое, приятное, теплое ощущение. Теперь смотрите, мы говорили о том, что мы все были созданы Творцом, вот этой единой, могучей, всемогущей силой. Мы являемся неотъемлемыми частями этой силы, то есть, кроме нее в нашем мире вообще ничего нет, да? И она постоянно нас оживляет и дает нам все, что нам необходимо для того, чтобы мы были живы и счастливы. Вот вы сейчас почувствовали такой эпизод какого-то такого счастья из своей жизни, это всегда проявление божественности. Мы знаем также, что Творец, он бесконечен. И поэтому сейчас вы можете просто попросить, сказать, Творец, я хочу почувствовать твою бесконечность через вот это твое проявление. И посмотрите, что будет происходить с вашим ощущением внутренним. что происходит? То же самое как-то, абсолютно то же самое. Окей, у вас слезы, да, чувства пошли какие-то, а с ощущением что? приятно. Оно такое же больше, меньше, сильнее, слабее, другое в чем-то. Такое же, хорошо. У вас что-нибудь получилось? Как вас зовут? Ничего не получилось. Опять ничего не получилось. Так. Мороженое? Замороженное? Да, понимаю. Хорошо. Вот вы сказали, что был вот бальзам, вы его почувствовали на сердце, да, вот попросите Творца, Творец, очень нужно бесконечном количестве бальзама, да, что тогда происходит? Что нет? Нет что? Знаете, у детей, у детей есть этап развития, который называется негативизм, да, ты ему говоришь, там, что-нибудь его спрашиваешь, он говорит, нет, а он говорит, что нет? Ты его зовешь только, говоришь, там, Петя, нет, что нет? Я же тебе еще ничего не сказал, нет. Да? Хорошо. Итак, было сложно почувствовать, да, то есть это тем, кому было легче почувствовать, значит, в данном аспекте вы больше открыты, тем, кому было сложно почувствовать, говорит о том, что в данном аспекте у вас существуют какие-то еще внутренние, да, какие-то закупорки, блоки и так далее, то есть это можно все расчищать. Теперь, вы почувствовали, вот самое главное, что вы почувствовали в большей или в меньшей степени, большинство из вас почувствовали, вот это вот приятное проявление божественности внутри себя. По сути дела, есть такое понятие в психологии, психотерапии, ресурсы, внутренние ресурсы, то есть это те силы, с помощью которых мы можем менять какие-то нежелательные для нас процессы, ощущения внутри нас. И так как энергия, ресурсы, это очень ценные вещи, то с помощью этих ресурсов мы можем с вами изменить все, что угодно. И вот сейчас я хочу, чтобы мы с вами сделали еще одно упражнение. Сколько времени у нас осталось? Упражнение? Ну, сколько у нас есть? Есть. Хорошо. Чтобы мы с вами сделали упражнение на то, чтобы почувствовать себя божественной душой. Да? У нас есть наше тело и наша душа. И вот сейчас кто хочет, может закрыть глаза, кто хочет, может не закрывать глаза. И просто сказать себе, вот я хочу почувствовать свою божественную душу. То есть это та часть, которая во мне несовершенна. Потому что творец, он совершенен. Несовершенство, мы в прошлый раз с вами говорили, это нехватка чего-то. У того, кто создал все и все поддерживает, не хватать не может. Он бесконечен и совершенен. Поэтому наша душа это та часть, которая в нас совершенна. Скажите себе, я хочу прочувствовать внутри себя вот эту совершенную часть. и почувствуйте, где эта часть откликается. Эта часть, она очень-очень гармоничная. Почувствовав эту часть внутри себя, скажите, что я вот выбираю, я как личность выбираю постоянно ассоциировать себя именно с этой частью себя. То есть я это эта часть в первую очередь. Все остальные части это мои составляющие, а вот это основа меня. И попросите у Творца, скажите, Творец, пожалуйста, помоги мне ассоциировать себя с этой частью. И наблюдайте за тем, какие состояния вы входите, когда вы ощущаете себя этой частью. и так как эта часть является моей основой, это та часть, которую Творец в меня вложил, то это та часть, через которую я в первую очередь ощущаю Любовь Творца. Почувствуйте, как на вас как такой духовный энергетический водопад приятный такой, очищающий. Идет вот эта Любовь Творца, окутывает вас снаружи, заполняет изнутри. Ваша душа всегда в этом водопаде чувствует себя максимально комфортно. она набирается сил. И по сути дела в мире нету никакой другой Любви, кроме вот этой Любви Творца. Вся та Любовь, которой мы любим себя и любим наших окружающих, это та Любовь, которую мы способны принять от Творца, ассоциировать с собой и также проявлять в отношении окружающих. Поэтому, когда вы принимаете эту Любовь и распространяете ее вокруг себя, излучаете ее вокруг себя, вы по сути дела наполняете наш мир Любовью. Очень хорошо. И еще один момент, который мы сейчас с вами в этом упражнении сделаем, это то, что вот вы когда себя чувствуете Душой, Душой, которая связана с Творцом, Любовью Творца, представьте себе, что вы стоите неважно перед кем или перед чем и вы даете такой посыл эмоциональный, мысленный и эмоциональный посыл тому, кто перед вами или рядом с вами, что я Божественная Душа и ты Божественная Душа и давай будем контактировать на уровне Божественных Душ. Это вам домашнее задание продолжать это упражнение, да, во-первых, почувствовать в себе Божественное проявление, то есть свою гармоничную часть, почувствовать себя Божественной Душой, так, почувствовать себя заполненным Любовью Творца, которую Творец постоянно ежесекундно нам дает, мы просто этого не ощущаем, потому что это абсолютно естественный для нас процесс, так же, как мы не обращаем внимания на наше сердцебиение, дыхание, моргание глазами и так далее. То есть почувствовать вот эту заполненность Любовью. И следующее, это практическое такое вот, практическое упражнение, это в разных ситуациях вспоминать о том, что я являюсь Божественной Душой, я наполнен Любовью Творца, и тогда я нахожусь в гармоничном состоянии, я люблю себя в этом состоянии больше всего, потому что я чувствую, что я максимально хороший и максимально правильный в этом состоянии. И я транслирую вот этот статус вокруг себя, просто его излучаю. И посмотрите, какая будет реакция людей, которые не знают о том, что вы в данный момент это делаете. И в следующий раз мы с вами с Божьей помощью об этом поговорим. Окей? Значит так, сегодня мы с вами говорили, это была такая первая часть нашего с вами общения, изучения того, что такое любовь и любовь в отношении себя. Дальше мы с вами будем говорить более подробно о том, как вот любя себя еще можно найти возможности, силы любить еще кого-то и как это делать правильно и гармонично, чтобы это развивало нас обоих, да, не только меня, не только для меня любимого, но и для моего любимого человека или для моих любимых людей. И через это как можно перейти потом вообще на любовь ко всему миру. большое спасибо. Всего доброго.